Всем привет ребята, с вами снова Хиг, добро пожаловать на четвертую часть спидрана Пагатаса Андрес, на этот раз у нас город, пригород Бэдленд, здесь очень много всего интересного, очень много фишек разных и можно в принципе этот город пройти за 30 минут, около того. Я желаю вам приятного просмотра, не забывайте про лайк и комментарий, чай и печеньки, а также если вы знаете что-то новое, например, как можно этот ран еще улучшить, то пожалуйста пишите об этом также в комментариях, я жду экспертов, жду профессионалов, я всегда за, если мы вместе с вами будем продвигать данное комьюнити, как бы вообще, чем у нас больше, тем лучше, сами понимаете, да? В общем, приятного просмотра, всем большое спасибо, погнали! Сразу же, блин, с ноги вырываюсь в этот ран, всем большой привет, еще раз с вами Хиг и мы начинаем Бэдленд. Что такое Бэдленд? Это вообще пригород, под горой Чулиад, здесь нас высадили, здесь сказали, ты давай сам уже по своими путями, без жительства, без ничего подобного. Первая миссия Бэдленд, так скажем, Карла выгнали из своего города, депортировали, блин, в какую-то деревню, чтобы он там выживал. Супер, отлично, все идеально. Первая миссия Бэдленд, заберите на гору для того, чтобы найти стукача, разумеется, все стукачи Краша, того самого Темпени, который у нас коррупционер во власти, так скажем, знакомо, да? Так вот, и, в общем, забираемся на гору с помощью Санчеза, берем Санчез, рядом он с этой, что это, нашим вагончиком и спавнится все время, если он не спавнится, просто достаточно загрузить новую игру, и он там заспавнится, так или иначе, обычно все так и делают. Вот, преодолеваем горы через камешки, и здесь у вас нет оружия, и здесь главное, как бы, сбить своеобразный страйк из двух агентов, которые находятся возле этого дома, ну, типа, он, видимо, охраняемый. Хоп, бац, сразу страйк нафиг, берем пушку, и сразу же убиваем его, просто, хатшот в голову, и просто прокликиваем фотоаппарат. Все, отлично, просто уезжаем. Ну, как бы, а что вы хотели, да? Каких-то сверхспособностей, что ли? Да вот, все, больше ничего не нужно. Уезжаем спокойно по горе, опять же, обратите внимание на маршруты, где я спускаюсь, не там где-то, да, блин, преодолевая кучи километров, а вот просто знаю, что здесь есть такой небольшой ступ, где можно, в принципе, так легко срезать. Все, едем обратно по шоссе, опять же, выбираем более такие обширные улочки-переулочки, ну, в принципе, Badland, тут, блин, одни поля. В плане маршрутов здесь вообще никаких вопросов не должно возникнуть, потому что все, и так все понятно, все легко. Завершаем миссию. Отличненько. Здесь вообще, на самом деле, Badland такая интересная штука, что здесь есть своеобразные варпы. Сейчас у вас карта появилась на экране, как это работает, сейчас буду объяснять по мере прохождения. Берем Санчес, едем на знакомство с Каталиной, пока, конечно, никакого телефонного звонка, ни ярлычка на карте, ничего нету. Вы знаете, куда уже ехать наперед. Просто это потом уже, как вы на опыте будете, вы знаете, куда ехать, что вам нужно сейчас будет сделать. Сейчас, во-первых, нужно будет сделать бустинг, бустинг, бастет, да, чтобы вас арестовали. Для чего это делается? Вообще, варпы такие делаются для того, чтобы быстренько преодолевать расстояние. Вы сами понимаете, Badland достаточно такой обширный, блин, городок, блин, пригород, да. Столько всего маленьких деревень, и все это окружает какая-то там лесистая местность или какие-то поля. Вот, и для того, чтобы их быстро переодолевать, чтобы не ездить каждый раз, теряя кучу времени на этом, да, спидранеры придумали такую фишку, как арест, например, или смерть. Вот, сейчас у вас уже появилась такая картинка на экране сейчас. Вот, место, где вы спамятесь, если вдруг умираете в каком госпитале, да. И вот картинка, где вы спамятесь, если вдруг вас арестовывают. Вот, вот эти называются варпы, с помощью которых можно как бы телепортироваться. Конечно, все теряется, при этом все оружие, но, в принципе, здесь оно и не надо, как таково. Вот сейчас мне тут не везет, я не могу найти ранчер, хотя он должен появляться намного раньше, вот здесь мне немножко не повезло, и он появился как-то тормознуто, где-то еще вдалеке. Вот, но ничего страшного, мы попадаем в зону действия варпа, и после ареста попадаем как раз-таки в ту самую деревню, где, собственно, и есть этот вопросик. Разумеется, это быстрее, чем просто передвигаться на байке, как бы гадалки не ходи. Перепрыгиваем, принимаем звоночек, ну и вот, собственно, появилась тут самая миссия с Каталиной. Правда, мы еще пока и не знаем, что это Каталина, но Цезарь нам сказал, что это его кузина, что ли. Первое свидание. Берем автомобиль, сами знаете, что сейчас спрей зайдет, она сразу же, как только первое свидание, блин, сразу же ограбление. Но она, видимо, помешана на таких ограблениях, Каталина, вообще женщина, так скажем, монстр. Кто бы что ни говорил, но, блин, этот персонаж меня даже иногда пугает своей, не знаю, непредсказуемыми действиями, да? Ну, в плане для девчонки, типа, девчонки, они же такие, типа, все миленькие и прочее. Вот, здесь она как бы, ну, мужские гормоны, наверное, не знаю, вот, играют. Ну и, разумеется, ее стукаем сейчас, для того, чтобы она не мешалась под колесами. И надо, вот когда, как бывает на самом деле, она может, когда после ее удара она может в вас начать стрелять, а может вот за вами бежать. Я не знаю, как это работает, но сама суть, мы ее ударяем для того, чтобы она начала стрелять, чтобы не путалась под колесами. Потому что такое много раз бывало, когда раннеры просто через, не знаю, вот ударяли ее, да, или не ударяли, и она под колесами, пока там паркурсик, а ты с цинстерней, чтобы ее взять, она все время умирала, там, не знаю, под этими 18 стальными колесами. Так вот, выбираем путь через горы, разумеется. Очень опасный путь, скажу вам сразу. Можно сначала практиковаться, просто по дороге ехать. Ну, я уже на опыте, я знаю, как ведет себя этот автомобиль, ну, в общем, нужно привыкать к каждому автомобилю. Вот, я поехал по горам. Да и то, как бы вы, блин, не старались, там, не знаю, каким бы профессионалом они были, никто не застрахован от рандома какого-то вонючего, который запросто, не знаю, въедет сейчас у вас какой-нибудь бандит, да, за которым погоня идет. И все, перевернет вашу цистерну, и миссия будет провалена. Успешно проходим. Эти чуваки взрываются на бензоколонке, все, найс, вроде бы. Вот, и миссия complete, отлично. Очень хорошо, что появляется здесь байк, не всегда, конечно, но если вам повезло, это очень круто. Едем на точку варпа, смерти. Вот, опять же, да, я показывал карту вам, где нужно умирать для того, чтобы появиться в Angel Pain, собственно, откуда мы сейчас и приехали, потому что следующая миссия правды именно там и находится. Чтобы не преодолевать, опять же, расстояние, мы знаем, что у нас есть варп, принимаем сейчас тут звоночек, тоже важный. Умираем. Есть вот варпы ареста, есть варпы смертей. Вот, пожалуйста, я попадаю на варп смерти. И сразу же попадаю по Angel Pain. Опс, найс. А зачем нам, да, куда-то ехать, если можно умереть? Отлично. Еще звоночек. Здесь там правда. Точнее, там Пенни. Сбор трупов. Отлично. Также здесь повезло мне, что появился байк. Ну, в принципе, в Банленде количество байков намного увеличено, чем в городе, например, там же самое. Ну, типа, шанс вообще получить байк. Очень здорово, потому что удобно, как всегда. И вообще, в принципе, на этой миссии байк это прям must-have. То, что вам нужно. Неважно, какой фри-вей, или вот этот вот туристический, или Санчес. Санчес это вообще. Это просто лакшери лайф. Такое редко случается. Ну, блин, если у вас будет Санчес на этой миссии, это просто будет очень здорово. Потому что, ну, он как бы горный. Вот эти сами байки, что фри-вей, что вот это вот туристический. Они, в принципе, не приспособлены для того, чтобы преодолевать горы. Но, если постараться, мне еще не повезло, что у меня погода какая-то, блин, туман. Да, хотя сейчас ночь. Вот, как раз. Не повезло мне с погодой, не повезло мне с байком. Но, тем не менее, это лучше, чем ничего. Это лучше, чем автомобиль. Потому что здесь нужно будет падать. Падать с байка нужно будет для того, чтобы через забор пересечь. Миссия простая. Нужно угнать комбайн. И мы, разумеется, это удачно делаем. Так. Отлично. Едем, едем, едем. Преодолеваем всех фрактористов. И врезаем сферам в стену для того, чтобы упасть прямо на поле. Получаем один хит от этого парня. Позже расскажу, для чего это делается и делалось. Здесь тоже выходит. И желательно бы его просто вот так вот сбить с ног и затоптать. Взять у него при этом рифл. Спокойненько доставляем комбайн до фермы правды. Параллельно всех кромсая нашими этими щупальцами. Я не знаю. Блин, забыл вот как называется. Ёпс тудей. Ну, короче, это хрень. Это хрень, да. На любой случай жизни, короче, если вы не знаете, как называется. Говорите, ну это хрень, блин, короче. Вот. Замечательно. Всех. А, кстати. Особенность, блин, комбайна есть такая. Что если вы вдруг перевернетесь, то, извините меня, но у вас шансов нет. Шансов нет. Тем более, если на маленькой скорости этот комбайн особо сильно и не разгоняется. Если вы перевернетесь, вот, например, вот здесь вот, потому что весьма опасный склон. Здесь очень много было уже провальных ранов тоже. Кладбище ранов, да. Вот мы как-то уже привык выражаться. Кладбище ранов. В принципе, на этой миссии комбайн переворачивался и все. ГГ. Уже не перевернешь никак. Вспоминаю, если бы в предыдущей части я говорил, что если вы перевернулись, то эмиссия провалена, то это уже минус ран. Так вот. Мы позволили себя продамажить. Один хит получили. Взяли рефлу. Просто для того, чтобы, опять же, сработал дед варп. То есть варп смерти. Принимаем звоночек. Подходим к машине. Берем нашу рефлу. И убиваем себя. Опять. Варп смерти, да. Опять активировали. Появляемся в angel pain. Активируем катсцену. Для чего я себя ударил? Многие говорят, типа, зачем? Можно и так умереть. Да, можно, но при этом у вас будет полное хп, и вы от взрыва не умрете. Поэтому я дал себя, так сказать, потрогать. И сразу же умер. Потом мне приходилось еще, после того, как, ну, тачка взорвалась, мне приходилось еще огонек под машиной искать. Толкать машину горящую, да. Чтобы еще, ну, типа, сжечь себя. Так, король в изгнании. Это просто катсцена. Это мы сейчас там увидели, как Цезарь и Кэндал обожимаются в этом трейлере. Ну, в общем, дали понять, что нужно здесь искать именно проживание себе какое-то. Первая миссия Каталины. Отлично. Сейчас мы делаем все то же самое, что и делали пару минут назад. То есть ищем арест варп. Ну, типа, бустет варп, да. То есть с английского там, я не знаю, бустет, бустет, баста. Арест, в общем. Все то же самое. В принципе, едем туда же, где я нашел себе этот ранчер полицейский. Ну, вообще, сейчас мне повезет гораздо больше. Мне сейчас повезет гораздо больше, и варп появится. Точнее, ранчер появится намного быстрее. Мне не придется прям ехать чуть ли не до маяка. До той самой. Ну, вот, блин, гребаные. НПС мешают еще ездить. Вот, ну, старайтесь на байке, разумеется, ездить прям посередине. Тут и так, блин, улочка не такая уж обширная, но вот здесь еще можно по-моему повезти. Так вот, где-то вот в примерном, вот в этом же месте, вот где я сейчас получаю свой ранчер полицейский, для того, что меня арестовали, обычно вот это вот самый нормальный варп, который может быть, точнее, удача на полицейскую машину. Можно проехать чуть дальше, может она появиться чуть раньше. То есть, короче, до того моста самого, который вы преодолеваете, можно, в принципе, арестовываться, и вы попадете вот сюда, вот в эту деревню. Берем любой автомобиль. Опять же, желательно здесь байк получить, но тоже мне вот не повезло. И поверьте мне, игра такая рандомная, что вам не всегда будут везти на то или иное. Вот, но можно, конечно, прибегать к методам реплея, например, да, записывать реплей с байками, потом его воспроизводить, и когда у вас не будет байка или вы хотите байк, то можно возобновлять в реплеи и молиться на то, чтобы игра вспомнила вам байк. Не знаю, как-то реплеи вот так вот работают вообще. Очень интересная тема с реплеями во всех частях GTA абсолютно. Разве что, наверное, в пятой или в четвертой она обыденная, стандартная, но вот в этих трилогиях, так скажем, это прям пипец. Миссия Каталины. Первая база. Точнее, первое свидание, как бы должны быть называться, не? Вот. Отличненько. Первое наше ограбление, точнее, уже второе получается, потому что под вопросиком тоже это было ограбление, но тем не менее. Едем в Поламино Крик. Первое. Куда мы вообще отправимся? Старайтесь соблюдать порядок ограблений. Я знаю, что вот у вас три ярлычка на карте, но тем не менее, знаете, как это правильно говорится? Сначала поедем к самым дальним. Да, и вообще, в принципе, это же не просто так, да, такой маршрут проложен. Во-первых, в Angel Pain, ой, точнее, в Поламино Крик мы можем купить себе рефлу, которая нам пригодится для следующих миссий. Мы можем купить себе бронежилет, который также нам пригодится в случае внезапной какой-нибудь атаки, да? Вот, спокойно проходим. Выстреливаем его в охранника. Не знаю, как вы, но я, честно говоря, никогда не делал так, чтобы Каталину там успела ограбить. Мне кажется, это невозможно сделать. Пишите-ка об этом в комментариях, кто знает, кто не знает. У кого-то вообще получалось. С помощью, кстати, плюс С уничтожаем ящики. Плюс С. Да, вы все прекрасно знаете, что это за баг, если вы играете в сам. Уничтожаем дверь. Ну и тут, в принципе, показываем чудеса има. Это абсолютно рандомный спавн этих полицейских каждый раз. Они по-разному спавнятся, так что здесь предугадать хэдшоты, как таковые, и запомнить месторасположение всех полицейских не получится, потому что это абсолютно рандомно. Вот. О чем я говорил? Я говорил, да, о том, что, наверное, никто не может руки, чтобы они не отпускали те самые заложники. Никому, наверное, не удавалось, чтобы Ката Алина ограбила этот банк чистенько. Такое бывает. Покупаем рефлу. Тут у меня мало хп, я решил купить еще и броню. Опять же, если у вас мало хп здесь, вас продамажили очень сильно, то лучше купить, потому что именно сейчас, когда вы выходите из амунации, спамится очень много копов. Они могут вас так продамажить, что и пипец. И вот те самые два байка. Вот, видите, второй едет, да, байк, в который, типа, Карл садится. Это чувак с дробовиком. Он может так на родном сыграть, что, в принципе, те самые вот половинчатые хп, если бы не было брони, он бы нас просто убил. Поэтому желательно бы покупать бронежилет в этой миссии. Вот, нам говорит игра, что мы будем следовать за Каталиной, но мы знаем путь короче и заставляем скрипт, наоборот, двигаться быстрее, просто потому что, ну, мы как бы перегоняем Каталину, а этого быть не должно. Мы должны за ней ехать, но мы знаем более обширный путь. И, как видим, Каталина, ее скрипт, он просто не успевает за нами, и мы уже заранее предугадываем там, где она уже вылезет. Мы знаем больше, чем скрипт. Точнее, мы знаем, где сработает скрипт, где она выпадает из машины, из своего байка, точнее. И заранее уже здесь стоим, ждем ее, когда она сядет. Вот и все, как бы. Лавочка закончилась, точнее, приключения закончились, лавочка тоже. Спокойненько Каталину увозим в ее, так сказать, поместье. Поместье, блин. Какая-то, блин, помойка вживет, в какой-то помойке. Ну да ладно. Это ее проблемы. Хотя вроде банки грабят, да, в чем проблема? Отлично. Миссия пройдена. Следующая миссия, в принципе, для какой миссии, для этой миссии мы покупали рифл, рифл гэнг, для того, чтобы ну не тратить время на сейчас увидите на что. Просто поедем по прямой в самую соседнюю деревню, которая есть. Ну, их тут, правда, две. Вот, я не помню, как это, блин, деревня называется, честно говоря. Но, тем не менее, нужно ограбить какой-то ликероводочный из этого супермаркета. Да, алкогольный магазин, отлично. Берем байк, плевать на Каталину, она сама к нам потом подойдет. Стоим на это место, запрыгиваем на байк, берем в руки рифл и стараемся отстрелить всех этих придурков. В принципе, для этого мы и покупали себе рифл. По два патрона нужно каждому всадить. Обратите на это внимание, то, что два патрона и он падает. Не обязательно за ними ездить. За ними ездить, дать кучу времени. А, тут меня чуть не забустили, кстати. То есть, я мог сейчас получить арест, но я пытался максимально задоджить. Мне нужно было убить этого самого полицейского. Ну вот, то есть, избегайте. Осторожно будьте. Потому что, реально, коп может появиться или может полицейский раньше приехать. Спокойненько берем кейсы и проходим вот таким способом миссию. При этом не тратим кучу времени на то, чтобы они там разъезжались. Ну, сами понимаете, в свое время, блин, мне эта миссия подпортила тоже нервишки. Просто потому что, ну, блин, лол. Этот, этот, как бы, квадроцикл, да, квадроцикл вообще неуправляемый. Я в детстве не мог никак с ним управиться. Блин, четырехколесник, блин, как, похож на байк. И, блин, это было вообще чертовски сложно. А потом я узнал об этом способе, такой, хап, изи. У нас так же получится, если все правильно сделать. Но, опять же, тренировки. Куча тренировок, ребята. Да, блин. Не знаю, что-то в горле першит. Хзы. Так, следующая миссия, ребята. Последняя, которая у нас осталась, ограбление. По-моему, что такое это бутмекерские конторы, да, там, где ставят на лошадей, несмотря на что называется миссия. Найс. Да, мы уже здесь не конторы. Берем эксплозив, он здесь находится за углом. Заходим в помещение. Каталина здесь начинает свои понты, 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 крутить, вертеть, да. А просто Карл стоит, терпит на все это, смотрит. И сейчас бомжу не поздоровится, господи иисусе. Сигнализация срабатывает. Она их предупреждала. Она начинает убивать людей. Ладно, хоть бомжа кого-то убила. Эксплозив ставим одну на дверь, вплотную приближаемся к двери и два эксплозива ставим на сейф. И просто взрываем и ждем, когда Каталина скажет свои слова. По факту, здесь надо будет еще один эксплозив было ставить после слов Каталины. Но мы заранее уже прокинули через дверь эксплозив. Совет 2. В общем, можно по одному тратить. Я просто 2 так кинул, не знаю зачем. Отлично. Садимся в автомобиль. Игра у вас убирает 2 звезды. Но мы самые прекрасные знаем, где еще можно взять 2, для того, чтобы не посещать Payne Spray. Как у нас просит игра, типа мол, вот у вас 4 звезды, вам нужно как-то от них оторваться. Но на самом деле в Badland очень много этих самых звездочек, с помощью которых можно снять с себе розыск. Сейчас как раз таки мы по ним проедем. Это намного будет быстрее, нежели тащиться в Payne Spray в далекую какую-то деревню. Там еще от копов скрывается. У нас 4 звезды. Пожалуйста. 2 из них сейчас пропадут. И 2 мы еще знаем, где их взять. Первая находится прямо на поле. На самом таком арширном поле. Там, где обычно в самом пике формят свою первую голду. Первая звезда. Ну, они достаточно близко друг к другу находятся. И вторая звезда около амуниции. Эти 2 звездочки пропадут сами по себе. Вот просто игра у вас убирает 2 звезды. Сама. Потому что типа вы далеко уехали, вы уже слишком долго гоняетесь, и копы такие типа ну нафига он не слишком такой опасный преступник. Вот одна уже убралась, и вторая также убирается. Мы спокойно выполняем эту миссию. Очень легко. Просто как два пальца об асфальт. Так, Вузи му. Первое знакомство с Вузи. Гоночки. На гоночках в принципе нет ничего прям вау эффекта ничего не вызывает у вас. Просто потому что гонка туда, гонка сюда. Максимум что я могу сказать об этой гонке, что вам нужно будет тут я показываю мастера просто своей буферизации как видели, да? Один грузовик проехал, через другой я проскочил. Так, приезжаем на это место, где начинается наша первая гоночка. Выходим из машины, принимаем телефонный звонок. Просто таки от цезаря нас оповещают о том, что здесь все будут проходить гонки, давайте по со мной. Мы такие, ну ладно, окей, давай вузиму. Достаточно влиятельный человек. И вот начинаются гонки. Просто давите на газ и следуйте маркером. Вот и все. Старайтесь как бы разумеется срезать, блин, а не просто как шаблонный чувак ехать по дороге. Вот. Скажу вам, что время в принципе адекватное здесь это 2 минуты ну и секунд 15. Если вы новичок, ну вы проедете за 2.20 наверное, где-то так. Ну это в принципе тоже приемлемо. Гоночка туда-сюда, в принципе вот эта вот миссия и следующая. Они как бы в этом и заключаются, что нужно проехать через весь Badland. Своеобразное такое знакомство происходит с местностью. Найс. отлично. У меня получилось завершить за 2.2.2. В принципе приемлемо. Очень даже хорошо. Ну согласитесь, 2.20 было бы намного лучше, 2 секунды как-никак. И в обратную сторону тот же самый маршрут. Правда на дебильный мне не очень нравится The Ear The Air как называется эта машина но она неуправляемая. Хоть и у них шиповку какую-то поставили какие-то колес специально для такой местности но нет в обратную сторону едем. В обратный путь не очень все хорошо сложилось не 2.2.2.2.2.6 к сожалению. Ну ладно, я говорю тачка говна поэтому она мне не очень нравится и тут уж как тут уж ничего не можешь поделать на обратный путь. Ладно еще туда ты можешь выбрать автомобиль но вот обратно обязан ездить на этом типа я ведь ее выиграл Лол и СиДжей выиграл. Вот. Дальше последняя миссия в Бедленде прошу прощения последняя миссия в Бедленде миссия правды разумеется заранее мы знаем просто где она находится мы туда сразу и едем не тратя время ни на что ни на телефонные звонки телефонный звонок блин можно всегда принять он от вас никуда не убежит а вот то что для спидранера главное ехать куда-то двигаться главное да это на первом месте то есть даже если вы там упали не нужно расстраиваться не нужно долбить клавиатуру вообще не нужно расстраиваться просто возьми байк и продолжай ехать просто будь в движении всегда ну здесь тоже самое то есть мы не тратим время особо на паузы всякие мы знаем что вот если мы сейчас приедем к Правде туда где у него начинается миссия мы там можем взять сразу же телефонный звонок сразу же принять миссию да вот а пока едем диспанем трафик вот так вот у меня получается диспанен трафик Передо мной фура появилась Тачка говна, все время ее заносит К сожалению И вообще, в принципе, едет по дороге Хоп, где спаун трафика, хоп, где спаун трафика Чтобы не мешался, блин, тем более на тачке говна Когда едете этой То желательно бы, конечно Так, чтобы на дороге Никого не было Просто не стесняйся, съезжаем дороги Прям на проселочную И спокойненько Где-то здесь должен быть ерлычок Ну, сейчас он появится, разумеется Еще звонок-то не приняли, нифига Паркуемся Откидываем тачку говна подальше Отвечаем на звонок Найс, в прыжке Ну, это вы потом научитесь Так Ты едешь в Сан-Фьерро, отлично Вот, в принципе, для чего мы и брали С вами эксплоузив Нам Каталина вначале дает 10 Мы еще за углом подбираем 12 И все у нас отлично с вами, ребят Смотрите Прокидываем здесь Короче, надо вот На первые 3 грядки На первые 2 грядки Надо 3 эксплоузива Накидывать Взрываем сразу же Не нужно нам ни комбайн Не нужно нам ни огнемет По помощью эксплоузива Уничтожаем растения марихуаны Найс В случае пакета взрывных Также взрываем Здесь уже можно по 2 кидать Потому что взрывная волна В принципе разнесет все По 2 кидаем Уничтожаем Как видим Все у нас идеально получается Здесь тоже прокидываем Зажимаем Прокидываем чуть подальше Последнее Взрываем Очищаем все поле от марихуаны У нас экран кружится Ну да, типа скрипт срабатывает Потому что мы типа уничтожаем И нужно сделать так Так, уничтожаем вертолет с помощью РПГ Нужно, блин, осторожнее это делать Потому что можете не попасть Во-первых Во-вторых Можете попасть И нужно Желательно бы отбегать вообще от взрыва Потому что максимально непредсказуемый Вертолет можно отшвырнуть Вас Не в вас Короче, он Много Опять же Кладбище ранов Возвращаемся к этому Кладбище ранов В принципе на этой миссии тоже есть Оно имеется Люди взрывали У них не было Ни хп Ни брони Ничего не было Кстати, вот Еще по этому поводу Покупается броня Потому что все прекрасно знают Что этот вертолет Непредсказуемый И он может Прям в вас влететь Ну а броня Ну да может вас спасти Как бы лучше Перездить и мне добздить Как говорится Вот, так что Покупайте броню Нафиг Ну если вы рисковый пацан И не хотите тратить на это время Например Тоже такое бывает у меня Вот я Обычно не покупаю И конечно же файлю рано Все хорошо Все ребята Едем в Сан-Фьера Это будет уже заключительная Так сказать Часть Куда нужно будет добраться Чтобы начать Следующий город Вот А следующий город Мы с вами Уже Совсем скоро Начнем проходить Сан-Фьера Впереди у нас с вами На этом я уже буду Сейчас заканчивать Потихонечку Свои комментирования Бэдленда Надеюсь вам понравилось Если вам понравилось Это так Вы научились Чему-то новому Вы всегда можете Написать комментарий Поддержать меня лайком Буду очень признателен Потому что я стараюсь Для вас Вот Если вы также знаете Какие-то страты Вы знаете как сделать лучше Пишите Делитесь об этом В комментариях Я буду очень рад Вы поможете Мне Так и поможете Другим Людям Которые хотят попробовать То есть они будут Читать комментарии И надеюсь Там будут какие-то Весомые комментарии Которые реально могут помогать То есть я Создаю эти видеоролики Для того чтобы мы с вами Друга понимали И все поняли Миссия пройдена Сэвимся За 31 За 31 минуту В принципе неплохо Для новичка я считаю В общем Всем большое спасибо Спасибо за просмотр Спасибо за поддержку Спасибо за комментарий И до следующего видеоролика Следующий у нас будет Сан-Фьера И там Блин Капец как интересно будет Всем пока